Итак, мы продолжаем путешествие по залам галереи 19-20 веков Пушкинского музея. И наша точка назначения сейчас вот это крупное монументальное полотно французского художника Андре де Рена под названием «Субботний день». Картина тайна и тайна с несколькими слоями, многие из которых открылись сравнительно недавно, буквально сейчас. С чего же начать? Во-первых, это самое крупное, самое мощное, центральное произведение очень важного для Дерена периода. Его называют готическим, потому что фигуры, которые он изображает, в это время действительно своей заостренностью, своей такой вертикальной ориентацией, очень напоминают произведения европейской готики. Правда, не только готика в этот момент интересует Дерена. В своих работах в такой манере он собирает и реализм середины 19 века, и, скажем, сезанновское ощущение в натюрмортах, и эстетику африканских масок, которые тогда многие художники начинали коллекционировать, и Дерен, кстати, был одним из них, и эстетику раннего итальянского ренессанса, который и в общей такой созерцательной атмосфере, и в конкретных деталях, как этот пейзаж, можно увидеть и почувствовать. Картина-энциклопедия и картина-путешествие по традиции истории искусства. Готический период длился у Дерена достаточно долго, но произведений он создал сравнительно небольшое количество. Почему? Потому что ту энергию, которой хватило бы на большое количество картин, он вложил в одно это самое произведение. В литературе о Дерене можно увидеть разные датировки этой картины. И 1909, и 1911, и 1912, и 1913, и 1914 годы. Как же одна картина растянулась, как мехи баяна, на столько лет? Действительно, очень долгий срок и очень большое напряжение. Недаром сам Дерен говорил о том, что один из элементов этой картины съел все изображение. Можно сказать, что и замысел этой картины съел силы и время художника. Действительно, концентрация, внимание, стремление вложить как можно больше в замысел картины требовало от художника максимальной мобилизации. Но здесь, наверное, стоит рассказать и о слоях тайны, поскольку это буквально слои. Под тем изображением, которое мы видим, современное рентгеновское исследование, проведенное сравнительно недавно, увидело картину другую. Не просто другую по изображению, а другую по ориентации. Картину, перевернутую на 180 градусов, с ног на голову поставленную. Картина эта свои следы показывает нам и без рентгена. Ее композиция сходна с той, что мы видим здесь. Посмотрите, здесь очертание стола, вот этот овал. За ним восседала фигура, напоминающая Мадонну. И ее светлый облик тоже читается здесь в изображении. И Мадонне некая фигура, архангел или кто-либо еще, делал приношение. И фигура этого персонажа здесь тоже видна. Вот его голова и очертания фигуры. Удивительный замысел. И замысел, казалось бы, достаточно буквальный. Да, Дерен любил, ценил средневековое религиозное искусство. И тема благовещения, она здесь читается, может быть, его привлекла. И он хотел разыграть композицию как раз вокруг этой темы. Но в результате, потратив очень много времени и сил на переосмысление, перемещение фигур, переписывание скатерти, натюрморта, плодов у этого персонажа, покрывало Мадонны и так далее, решил проблему радикально. Перевернул картину и написал ее заново. Здесь уже нет Мадонны и фигуры жертвователя. Здесь, казалось бы, обыденная сцена. Но чтение небольшой книги, молитвенника, возможно, жесты, которые, с одной стороны, относятся к домашнему обиходу, с другой стороны, напоминают священное действие. Вообще любой бытовой процесс здесь как будто бы обожествлен, возвышен и превращен в некое предстояние. У этой картины это еще не все секреты. Дело в том, что во время исследования мы довольно серьезно сосредоточились и на технологических особенностях, которые присущи этому холсту и, скажем, подрамнику картины, тем иючиням, которые мы не видим. Холст достаточно грубый, толстый, крупного плетения. Коллеги-реставраторы живописи сказали, что холст этот вообще, возможно, и неживописный по своему предназначению. Действительно, такой крупный формат. Может быть, Дерен заимствовал этот холст из какого-то технического источника и превратил его в основу для своей картины. На этот вопрос, наверное, пока еще мы ответа не найдем. Но, тем не менее, может быть, к разгадке приближает еще и подрамник картины. Подрамник тоже резкого профиля, живописный, как правило, более скругленный. Короче говоря, подрамник технический, не предназначенный для живописи, особенно такой крупной, монументальной, важной. Подрамник, возможно, выполнял некие технические задачи, поскольку на внутренних его гранях, на том, что не увидит теперь даже хранитель, поскольку под холст залезть невозможно, так вот на этих гранях внутренних отпечатались трафаретные буквы. Краска, которую наносили когда-то на этот подрамник, еще до того, как он стал основой для этой картины, пропитала холст насквозь и оставила следы на этом подрамнике. Какие-то буквы, какая-то реклама. Действительно, в Париже в начале 20 века довольно много строили, довольно много было мест, которые ограждали рекламными плакатами, рекламными и информационными счетами, может быть, это один из них, который Дерен превратил в монументальное полотно, в размышления на тему религии и художественной традиции человечества от великого до малого один шаг. И «Ахматовский ссор» в данном случае может стать великим, потрясающим произведением живописи. В начале 1914 года Сергей Иванович Щукин приобрел это полотно для своей коллекции. Оно уехало из Парижа тогда, когда его только-только напечатали в одном из авангардных парижских журналов. Щукин буквально с языка парижского художественного бомонда снял и последнее произнесенное им слово. И этим словом стала вот эта картина, ныне «Сокровище Пушкинского музея». Она всегда в нашей экспозиции, и в наступившем году мы надеемся на скорую встречу с вами, наши уважаемые зрители, наши уважаемые гости, посетители. Мы работаем для вас и рады будем скорой встрече. Спасибо.